Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на передаче «Якутс. Сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина. И сегодня у меня передо мной замечательные гости. И мы будем говорить на тему «Шаг в мир звуков». О том, как же помочь ребятишкам, у которых имеются проблемы со слухом, и особо мы поговорим о том, как поддержать родителей таких детей. Сегодня у меня в гостях председатель Якутско-Республиканской общественной организации по содействию реабилитации детей и плантантами коклеардными «Шаг в мир звуков» Устинова Юлия Игнатьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И координатор этой общественной организации, врач-сурдолог Отто Ларинголог, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения Федотова Эльвира Егоровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, безусловно, нужно немного поговорить, мне кажется, о статистике, да, дать понимание нашим слушателям, нашим зрителям о том, сколько вообще детей в нашей республике, которые имеют определенные нарушения со слухом, ну и есть ли какая-то градация, да, то есть это какие-то сложные нарушения или отсутствие слуха, сколько таких детей в нашей республике. Спасибо. Я очень рада, что пригласили по актуальным проблемам нарушения слуха. Эта проблема является актуальной во все времена. И вот у нас произошло важное глобальное событие в 2021 году, это в прошлом году, Всемирной организации здравоохранения принята программа или, как называется, доклад по проблемам слуха во всем мире. Дело в том, что во всем мире 13, так, по Российской Федерации у нас 9 миллионов с нарушением слуха, из них 1 миллион — это дети. По всему миру полтора миллиарда людей с нарушением слуха и 466 миллионов — это люди, требующие реабилитации. Ну, значит, инвалидная группа, дети, в том числе и дети. У нас, в республике, мы идем по статистике мировой, у нас рождаемость в среднем 15 тысяч новорожденных, из них 15 детей у нас рождаются глухие. То есть это, получается, один ребенок на тысячу человек. Да, это стандарт мировой. И наша задача — это раннее выявление нарушения слуха у новорожденных. Ну, то есть, получается, что на данном этапе, вот сейчас, в республике зарегистрировано сколько детей? Да, ну, сейчас состоит на учете тысяча детей. Ну, это очень большая цифра. Да, да, эта цифра уменьшилась, потому что в начале, 25 лет назад, когда открывалось детское сурдологическое отделение, впервые при Центре охраны материнства и детства, мы взяли на диспансерный учет уже в 2000 году. 1400 детей было. Ну, это были дети с хроническими формами заболевания уха. Они у нас по мере лечения немножко уменьшились. Ну, и стали взрослыми в том числе, да? Да, и перешли на уже взрослую диспансеризацию. Но 465 детей стойко находятся на инвалидности, по слуху. Стойко. И каждый год мы диагностируем 30 детей инвалидов. Это глухота, я сказала, 15 детей, а инвалидов — это 30 детей ежегодно. Это вот начиная с 99-го года. Ну, и динамика не меняется, да? Нет, вот именно по инвалидизации у нас не меняется. Понятно. Я сама являюсь мамой двоих мальчиков. И мне, например, вот в первый тоже год жизни казалось, что, может быть, какие-то есть проблемы. Как-то я вот смотрела, там, может быть, не реагируют на что-то. То есть как вообще на ранних этапах выявлять именно родителям, и когда вообще стоит бить тревогу, что что-то происходит не так? Ну, настороженность родителей должна быть в первую очередь. Это сокровище, это драгоценный человек, родной. Как маме лучше знать своего ребёнка? Ну, есть определённые этапы развития. Ребёнок уже 6 месяцев должен реагировать на имя. Это обязательно. Если нет реакции на имя, это уже настороженность. Это уже мы должны проверять, чтобы не опоздать, поставить серьёзный диагноз. Даже если это будет лёгкая тугоухость, она будет мешать развитию ребёнка. Но если это касается тяжёлой глухоты, когда ребёнок абсолютно не слышит, очень сложно определить, слышит или не слышит ребёнок до трёх лет. Да, да, потому что он же не может дать обратную реакцию. Да, потому что вроде бы есть лепет, вроде бы он гулит, но не слышит. Ребёнок, если очень умный, с охранным интеллектом, без серьёзных заболеваний центральной нервной системы, он будет, видя маму, улыбаться, также смеяться, реагировать на мамину тепло. Родители не могут как-то выявить первичные предпосылки? Нет, может быть, только настороженность. Никакая мама не скажет, что у меня ребёнок глухой. К этому приходит только, это может сказать только врач. Только врач? Только врач. Или может быть педагогика, если ребёнок поступает в детский сад? Да, тоже мы изначально говорим о настороженности с детского сада. Здесь работают профессионалы высокие, это воспитатели, нянечки. Они уже замечают, что ребёнок отстаёт от своих сверстников. А вот про отставание, опять же, как влияют проблемы со слухом в целом на умственное развитие ребёнка? Влияет ли как-то? Да. Если, вот расскажу пример. У нас в 99-м, когда мы только начинали работать, в 97-м, у нас наплыв был детей, которые шли в школу. Родители приводили детей семилетних. Тогда не было сурдологии, только открылась такая профессия. И дети были абсолютно немые. Абсолютно ни одного слова. Все они поступили в специализированную школу для глухих детей. А массовой школе даже не было речи. Не было речи, да. А сейчас? Практически, как уже Маугли, можно сказать. А теперь у нас, вот с открытием Центра охраны материнства и детства, у нас ведётся активная работа по раннему выявлению. Мы благодарим нашего президента, первого президента Михаила Ивановича Николаева. Потому что он построил уникальный центр, подарил нашим детям Центр охраны материнства и детства. И здесь сосредоточены все специалисты по ранней диагностике и лечению. Поэтому сейчас мы можем говорить, что лечение начинается с нововорожденности. И потом ребятишки вполне могут пойти в общую образовательную школу. Это сейчас мы докажем. Да? Селия Игнатьевна. Хорошо. А здесь у нас, в Якутии, прямо здесь, в Якутии, выявляют, лечат, оперируют, ставят аппараты специально. То есть это делается здесь? Это делается здесь. Уже прошло пять лет по указу правительства. Но шли к этому, конечно, долго. Долгие годы. Потому что без лицензии, без подготовки хирургов эти операции были невозможны. Но сейчас уже в течение пяти лет проводится кахлярная имплантация. И в том числе здесь проводится и реабилитация этих ребятишек, да? После. Или нужно куда-то выезжать, искать. Без реабилитации операция, она практически не имеет смысла. Без реабилитации. А сколько у нас сейчас ребятишек ходят вот с этими аппаратами специально? Да, 196 детей прооперировано. Всего это за весь период. И у нас сейчас малыши составляет 146. Это детишки дошкольного возраста. Но это больше половины. Ну, процентов 70 уже составляет. И совсем маленькие до трех лет. Это около 30 детей, которые еще даже в садик не пошли. Понятно. То есть, ну, довольно большой процент на самом деле ребятишек. Мы являемся передовыми по Российской Федерации и по раннему выявлению, и по ранней диагностике, и по кахлярной имплантации, и по качеству реабилитации. А в тот момент, когда родители узнают диагноз своего ребенка, то есть сталкиваются с этим, кто им оказывает поддержку? То есть, вот, вы же непосредственно сталкиваетесь, да, опять же, с этими проблемами. Как быть с родителями? Куда им идти? Что делать? Кто их вот в этом плане им помогает? Ну, вот именно из-за этого была создана ассоциация и родителей. Это они являются нашими правой рукой, помощниками. Сами же родители наши стали педагогами, сурдопедагогами, непростыми, а именно работают с глухими своими детьми. То есть, переобучились? Да. Ничего себе. Стали логопедами многие родители. И свой опыт, который вот они, как бы, перенимают, уже отдают другим детям. Открылась, таким же образом открылась реабилитационный центр «Гнездышко» при школе слабослышащих. Мы тоже добивались его очень долго. Писали письма министерства образования и, наконец-то, повернулись в нашу сторону. И «Гнездышко» работает успешно. Жителям республики… И в Нерингре, вот хотелось бы сказать. А, и в Нерингре. Сувак. И в Нерингре Сувак. Огромная благодарность. Да, это невероятная школа. Профессионалам Сувака. Да, да, да. В любом случае, да, жителям республики им необходимо приехать в Якутск. Да. И потом тогда, как складывается судьба этих ребятишек, они остаются здесь учиться проживать в Якутске чаще всего, да? Чаще всего, потому что в районных центрах работает только логопед, таких узких специалистов, как сурдопедагог. Их очень мало, и поэтому вынужденно переезжает в Якутск. То есть меняется судьба всей семьи, по сути, да? Или в Нерингре переезжает, или в Якутск переезжает. И очень хочу тоже похвалить и сказать в эфир про детский сад «Олененок». Это компенсирующий детский сад, так он и называется. Компенсирующий – это термин? Да, это вот такой вот специальный термин, где есть группа для наших детей с кахлеарным имплантом. Вот ребёнок поступает, он поступает без речи, потом проводят занятия у сурдопедагога индивидуальные, потом проводят занятия у логопеда. И вот по ступеньке ребёнок, если поступает 3 годика, он уже в 4,5 переходит в логопедическую группу. Как обычный ребёнок, он же слышит всё. Потом уже в 5,5 он уже поступает в массовую, обычную группу и готовится к поступлению в массовую школу. Это мечта всей Российской Федерации, чтобы это так было. То есть и у Республики? Это не только у нас в Республике, это… Хорошо, спасибо. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, ну и дальше продолжим, поговорим как раз-таки уже об общественной организации, как родители развивают своих ребятишек. Спасибо. Итак, мы сегодня разговариваем о том, как можно помочь ребятишкам с нарушением слуха, о том, какая есть общественная организация в нашей Республике, об их проектах. Но я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира это 32 00 66 и 32 11 66. До перерыва мы говорили о том, какие успехи в медицине Республика смогла достичь. И на самом деле я испытала невероятную гордость о том, как шаг за шагом решались проблемы ребятишек, их родителей. Спасибо. И теперь можно поговорить уже о том, какие-то научные достижения у Республики есть в этой сфере. Конечно. И может быть пару слов буквально об этом. Да, спасибо. У нас в течение 10 лет проводится научная работа по генетике. Как все сейчас, это очень острая интересная проблема по всему миру. Мы как бы тоже немножко опередили в этом. У нас защитился Федор Михайлович Тирютин по очень серьезной теме. И вышла у нас совместная работа, монография. Это генетическая история народов Якутии и наследственно обусловленные болезни. И здесь у нас она вышла под редакцией доктора биологических наук Сардана Алексеевны Федоровой. В нем участвует и наш университет северо-восточный, федеральный, и есть специализированная лаборатория молекулярной генетики. Это тоже получает много грантов. И исследования проводятся именно на гранты. И у нас есть такой раздел отосомно-рецессивная глухота первого типа. Это значит, что кроме глухоты наследственной у ребенка нет другой патологии. И этой работой мы доказали, что кахлярная имплантация именно при такой патологии подходит идеально. Потому что многие заболевания идут вследствие тяжелых поражений головного мозга. Трамм во время родов или это гипоксия плода, когда у матери идет невынашиваемость беременности. В основном это вирусная этиология. Вирус очень коварный для матери. Это вот хочу заметить молодым девушкам, женщинам, которые собираются родить ребенка. Такие заболевания, как токсоплазмоз, цитомигаловирус, они проникают через гематоэнцефалический барьер, в кровь поступают и поражают сразу головной мозг малыша. Не малыша, а плода. И последствиями могут быть в том числе нарушения. Обязательно. Нарушается сосудистая истилка, выстилка. И вот сама матка не готова вынашивать этого ребенка. И он все время его оторгает. И вот мы говорим сейчас про 500-граммовых детей. Это человек. Раньше это считалось плодом, сейчас он человек. И сейчас идет программа по реабилитации данных детей. Для того, чтобы не было последствий. Да, и по генетике еще доказано, что рождается у совершенно здоровых родителей. Они являются чисто носителями данного гена хромосома. Потому что в каждой клетке находится хромосома. И если человек даже не знает, что у него есть генетическое заболевание, это можно выделить только специальными методами исследования. Сейчас довольно модно делать генетический паспорт человека. Может быть, стоит возвращаться в том числе и к планированию семьи, для того, чтобы понимать, с какой вероятностью родится тот или иной ребенок. И вот эти исследования проводятся в том числе и в нашей республике. Конечно, обязательно. И я сама провела эпидемиологию нарушения слуха у детей в республике. Это было еще в начале лет 20 назад. И сейчас идут сравнительные данные с теми годами. Очень интересная работа была. И с этими работами можно познакомиться? Они в открытом доступе? Да. Есть в интернете? Конечно. Хорошо. Спасибо большое. Я предлагаю перейти к Юлии. Юлию Устинову я знала заочно. И очень хотела с ней познакомиться, потому что мне говорили о том, что это невероятная женщина, суперзанятая, кандидат экономических наук, преподаватель СМФУ. И при этом еще и руководит очень интересной общественной организацией. Сегодня, наконец-то, мы встретились на эфире. Юлия, что за общественная организация, которой вы руководите? Когда она была создана? Какие цели, предпосылки? Расскажите, пожалуйста. Наша общественная организация объединяет определенную целевую группу. Это родители детей с кахлеарными имплантами. И вот мы как раз не обсудили, что из себя представляет этот кахлеарный имплант. И пока вот Эльвира Егоровна в эфире. Расскажите, что такое кахлеарный имплант? И примерно как он выглядит? Это же не слуховой аппарат. Да, да. И когда мы ставим глухоту или тяжелую степень, четвертую степень, мы ребенку рекомендуем слуховой аппарат. Имплант выглядит нарушенно так же. Это как слуховой аппарат, одевается за уши. Как пластиковая коробочка. Это слуховый аппарат, видите ли слуховой аппарат? Да, 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 конечно. Это слуховой аппарат, только он чуть побольше размером. Но суть совсем другая. Слуховой аппарат, он только воздушно передает звуковые волны. А имплант передает электрические. Он вырабатывает электрический ток. И тем самым хирург вначале вживляет в улитку, делает разрез за ухом, входит внутрь уха, внутрь внутреннего уха, и туда ложит электрод прямо в спиральку улитки. Вот это и есть имплант. Невероятно тонкая операция. И потом идет настройка. Искусная работа. И чтобы электроды работали, есть специальные улавливающие средства, магнитик. Он такой кругленький, он прямо за ушком ребенка прикрепляется. И вот он кругленько с магнитиком. Потом идет заушный слуховой аппарат, и он работает на батарейках аккумулятора. Которые нужно иной раз соединять. Да, и ребенок слышит абсолютно все. Потому что там 22 электрода, которые заменяют наши звуковые, вот эти все звуки по частотам. Разбивает по частотам. Есть и низкие, и средние. Ну, как вот обычный наш... Ну, и происходит такая настройка, да? Да. Когда ребенок... И связь вот с улитки идет уже в головной мозг, кору головного мозга. Понятно. Поэтому мы говорим, мы не ушами слышим, а мозгом. Мозгом. Да. Вот про вашу общественную организацию. Вот первые операции по кахлярной имплантации у нас из Якутии стали отправлять с 2009 года. Пятого? Даже пятого года. Массово, кому ставили диагноз, уже отправляли с 2009 года. И прямо родители, пятилетние дети, да, семилетние дети, да, даже в 15 лет отправляли на операцию. Ребенка подключали и отправляли обратно домой. Ага. То есть у нас медицина очень высоко поднялась. То есть прогресс такой хороший, да. То есть мы уже как бы победили глухоту, а ребенок приезжает домой. И здесь мы столкнулись с такими проблемами, что оказывается, не воспитатели в детских садах, не реабилитационные центры не были готовы к нашим детям. Они не знали, как с ними заниматься. Вы в том числе мама слабослышащего ребенка. Да, мой ребенок тоже вот с кахлярным имплантом, но мы немножко позже прооперировались. И вот девушки с двоими детьми уехали в Нерингри сразу же после операции, в Сувак. Они там жили. И вот три мамы, это Левина Евдокия, мама Сандалины, Лукавина Туяра, мама Саши, и Федорова Наталья, мама Эрика, они все-таки, давайте создадим общественную организацию для наших родителей, чтобы общаться как-то и, может быть, самим даже развиваться, обучаться, стать логопедами, дефектологами. Это был какой год? Это был 2010 год. Это очень давно. И вот они создали как раз. И вот на сегодняшний день я как бы четвертый председатель этой общественной организации. У нас есть преемственность, то есть мы ждем молодых, активных мамочек, которые передавать, чтобы дальше деятельность. Это вы сейчас их приглашаете. Да, я... Приглашаем мам. Присоединяйтесь к нашей работе. Ну и вот мы создали такую организацию и сразу же охватили всех родителей с детьми, с кахлярными имплантами. И на сегодняшний день у нас 125 семей состоит. Это официально. То есть мы как общественная организация включаем в членство и ведем вот такой реестр всех наших членов. Чем вы занимаетесь, что именно делаете? И вот получается, наши родители стали писать гранты, привлекать благотворительный фонд, Харсхал как раз был создан. И вот они как бы нам первые помогли, пригласили специалистов, профессионалов из Санкт-Петербурга и обучали уже мамочек, педагогов, вот именно по реабилитации детей. Что делать после того, как ребенку поставили аппарат, как с ним себя вести и так далее? Ну, до сих пор вот к нам обращаются родители, куда нам поехать на реабилитацию. Вот мы с кахлярными имплантами, мы говорим, конечно, это не Рюнгри, туда езжайте по квоте, все оплачивается государством. И гнездышко предлагаем при школе слабослышащих, там занимаются до семи лет с детьми. Но этого недостаточно, потому что не все же могут приехать, выехать, у кого-то многодетная семья, кто-то живет совсем на севере, далеко. И просто доехать, то есть мы все-таки мечтаем, чтобы все-таки сурдопедагог, логопед, дефектолог был. В каждом районе. Да, где ребенок с нарушением слуха. И тогда было бы идеально. То есть нас надо просто вести. А дома мы все повторяем, занимаемся, отрабатываем. И вот наша реабилитация, оказывается, длится 5-10 лет. Это очень много. Это очень много. Ну и чем раньше начинается реабилитация, тем лучше, вероятно. И каждый день. Вот я, например, когда у меня спросили, как занимаешься со своим ребенком, я говорю, мы просыпаемся и начинаем заниматься. Два часа до обеда, после обеда и еще вечером. Два часа вот так прямо сидим и занимаемся с ребенком. А сколько сейчас лет вашему ребенку? Моему ребенку сейчас 7 лет, и мы вот хотим поступить в массовую школу. То есть вот кахлярный имплант позволяет нам, дает такую возможность поступить в общеобразовательную массовую школу. То есть нет никаких препятствий? Да. Или, возможно, все же вы сталкиваетесь с какими-то проблемами? Может быть, в учреждении говорят, нет, мы вас не возьмем. Ну, официально никто не отказывает, потому что все школы по федеральному закону об образовании являются инклюзивными. Да, должны создать условия определенные. Да, и должны быть образовательные специальные условия, конечно. Это вот помещение должно быть без эха такого, да, чтобы в классе было хотя бы 20-25 детей. И чтобы у учителя была хорошая вот эта дикция. Вот это обязательно. То есть вот эти критерии, они должны соблюдаться. Какую-то юридическую поддержку вы оказываете, да? А ну вот нам говорят, что мы уже сейчас на перерыв будем уходить. После перерыва было бы интересно узнать, юридическую поддержку семьям вы оказываете или нет? В плане их работы с системой, как говорится, да, когда они сталкиваются с какими-либо проблемами. Ответите, хорошо? Конечно. После перерыва. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о реабилитации ребятишек, у которых есть проблемы со слухом. И до перерыва я у Юлии спросила о том, какую поддержку родителям оказывает общественная организация, да? И как можно в неё вступить? Мне ещё интересно. И вообще нужна ли какая-то помощь, поддержка вашей организации? Может быть, вы спонсоров пригласите таким образом? Так, спасибо за вопросы. На самом деле общественная организация наша выполняет такие очень значимые, я считаю, функции, потому что мне вот даже сегодня звонили, позавчера звонили родители, которым вот поставили диагноз. Прямо ребёнку поставили диагноз, и сразу же сурдологический центр даёт наш телефон, и они обращаются к нам за психологической такой помощью. И мы сразу же, я сразу вспоминаю себя, как 7 лет назад моему ребёнку тоже так же поставили и отправили куда-то в какую-то общественную организацию. Я даже думала, звонить, не звонить, так страшно. И вот всё-таки вот такой разговор с родителем очень помогает, потому что мы рассказываем. Ой, нас очень много, сразу говорю, да, таких. Сразу доказываем. Вы не одни. Да. Какие дети бывают. Ага, сразу же рассказываю, как хорошо наши дети ходят в детский сад, в школу обычную ходят, ага, они слышат, разговаривают с кахлярными имплантами, то есть как обычные дети. Да. Да, сразу мы вот так успокаиваем родителей, ну и потом начинаем говорить им маршрут, что они должны сделать, куда обратиться. Всё это должно быть в какие-то короткие сроки, потому что время для нас играет очень большую роль. Главное не потерять время. До школы мы должны реабилитировать полностью ребёнка, чтобы он понимал обращённую речь, понимал текст, мог пересказать этот текст, да, то есть очень много. Я сама вот экономист, но становлюсь таким, по-моему, логопедом. Да, в том числе скоро будете обучаться, Соня, спасибо. Вы будете сами обучать. Да, и мне очень нравится то, что мы очень честно работаем нашим сурдологическим центром, мы сразу же звоним и по вопросам, да, к нашим врачам, а ещё даже есть такие звонки, даже взрослые вот с кахлярными имплантами, мне обратилась тоже девушка, и она говорит, у меня вот появилась аллергия, я вот не знаю, на что у меня эта аллергия. Мы, говорит, всё здесь проверили, реагенов не нашли, но аллергия у меня есть, у меня прямо насморк, говорит, и непонятно чего есть. Сказали, вот обратиться к вам. Я как раз была в Москве, в ведущем медицинском учреждении, где наших детей оперируют, и как раз и спросила у врача-сурдолога, может ли быть такая реакция. Он сказал, конечно, это может быть реакция на силикон, потому что вот этот имплант, он покрыт силиконом, и у организма идёт отторжение. И он сказал сразу, ей надо провериться на вот эту реакцию силикона, да, если что, уже надо вынимать. Ну, бывает такое. Даже такие случаи бывают, да, то есть вы в первую очередь созданы, и ваша организация работает для оказания поддержки всесторонней, вот, именно на своём опыте вы её оказываете. А сейчас я знаю, что вы реализуете проект под тем же самым наименованием «Шаг мирных звуков», да. Вы получили грант главы республики на реализацию этого проекта. В чём он заключается? Так, у нас за 10 лет очень много было выиграно грантов. Мы проводили дневные семейные лагеря, где обучали всех родителей, знакомили родителей с детьми, школа родителя проходила, вот мы, да, и вот даже сама прошла. У нас был такой грант ФПГ, фонда президентских грантов, мы выигрывали дважды, то есть это был первый проект «Шаг мир звуков» назывался, второй «Музыка детских сердец», они были достаточно по финансовой части очень крупные. И вот третий как раз мы выиграли, ага, грант главы республики на этот год. Который сейчас реализуется как раз. Он как раз идёт как бы продолжением, и благодаря вот таким грантам у нас очень много появляется связи между разными социальными партнёрами. Мы начинаем даже знакомиться с НВК САХА, да, то есть выходить как-то информацию публиковать, выходить в эфиры, благодаря вот такой работе при реализации грантов. Стали участниками съезда, 20-го съезда от Арины Лерингова. То есть благодаря гранту имели возможность выехать за пределы республики, да, принять участие в мероприятиях. И самое замечательное, нас в России стали узнавать, нашу общественную организацию. То есть мы, оказывается, по некоторым проектам оказались даже передовые в России. Вот главный от Арины Леринголог Российской Федерации Николай Аркадьевич Дайхис приезжал к нам на юбилей Национального центра медицины, увидел наших детей, ну, успешных детей, которые играют на хамусина, играют на барабане, танцуют, очень хорошо разговаривают, общаются. И он пригласил для открытия первого форума от Арины Лерингологов именно «Голова, шея» по Российской Федерации «Город Москва». То есть такие очень хорошие. Было официальное письмо министру образования Республики Сахай-Якутия о том, чтобы детей, ну, персональные пригласительные, ну, как пригласительные получили от самого главного лора российской федерации. Ну, это настоящий успех, можно сказать. Да, это грандиозный успех. И в прошлом году мы съездили тоже на съезд от Ариенгологов с международным участием, и где я лично сама уже выступила на этом съезде, рассказывала о наших проектах. Нас объединили всех некоммерческих организаций по слуху по России, вот мы там выступали, да. То есть таких организаций их много? Не так много. Не так много. А есть какая-то центральная, может быть, российская организация, которая нас объединяет? Как раз вот была создана вот в этом году Всероссийская организация по проблемам слуха в Москве. Только в этом году. Да, и мы как бы вот туда вошли как члены, учредители в эту организацию. А сейчас мы реализуем такой проект, называется «Слышим сердцем» по гранту главы республики. И вот как раз сейчас мы проводим этот фестиваль по гранту. Фестиваль, детский инклюзивный фестиваль «Слышим сердцем». И нашим соорганизатором этого фестиваля выступил детский подростковый центр города Якутска. Там очень замечательный директор Наталья Николаевна Петрова. Она взяла как бы наш ансамбль «Северные звездочки» под свое крыло, свой детский подростковый центр. Мы очень благодарны, потому что это дает возможность всем детям с нарушением слуха заниматься в этом центре бесплатно. Бесплатно. Да, и не только танцевальное направление у нас открылось. У нас открылся фольклор, изобразительное искусство, вокал, художественное слово. То есть разные направления, где ребенок с нарушением слуха чувствует себя как дома. То есть там же его друзья, там же такие же дети с такими же аппаратами. То есть ему комфортно и родителям комфортно. То есть мы очень благодарим. И это все благодаря, конечно, проектам. То есть нас стали узнавать. То есть мы не просто дети какие-то особенные, а мы можем и танцевать, и петь. И петь. Да. Еще и суперталантливые дети. И вот сейчас как раз идет прием заявок на этот фестиваль заочный. 3 марта будет оглашаться как раз вот. А где он идет, этот прием заявок? Как можно узнать? Это уже вышла вся информация на сайте и Министерства образования, и у нас на сайте, и в социальных сетях. У вас есть страничка в соцсетях? Да. Вы ее приглашаете, да? Да, называется «Шаг в мир звуков». Все наши врачи-сурдологи из всей России подписаны к нам. Да, обязательно следят за последующим. Ну и этот фестиваль, он проводится в онлайн формате. Можно отправить, и вы потом будете публиковать видео работы ребят. Да, и вот как раз членами жюри этого фестиваля стали вот известные люди из Москвы. То есть там артисты у нас из Москвы есть. Есть Елена Олеговна, которая вот создала первый гимн России на жестовом языке. То есть ансамбль «Ангелы надежды» называется. То есть мы начинаем знакомиться уже с другими, да, знаменитыми артистами. У нас есть мечта в целом, да, чтобы наши дети не имели таких ограничений. Ограничений, чтобы они понимали, что мир на самом деле абсолютно открыт для каждого. И неважно, да, есть какие-то ограничения или нет. И еще мы проводим вот 1 марта семинар, онлайн-семинар для педагогов дополнительного образования родителей, где выступят, опять же, вот эти профессиональные наши педагоги. Мастер-классы будут по жестовой песне из Москвы. Выступит Эмилия Леонгард. Это вот знаменитая женщина, которая по методике... Я слышала ее имя. Никитина выступит. Светлана Бурнос из Белоруссии выступит на этом семинаре. То есть здорово, да? То есть получается, что вы еще и решаете задачу повышения квалификации педагогов в том числе, да? Ну, это, конечно, совместно с благотворительным фондом Харэсхал и социальными нашими партнерами нам помогают. И мы им очень благодарны. И приглашаем других партнеров социальных, да, помогать нас. Ну, какую мы помощь просим? Мы информационную помощь просим. Рассказывать. Да, чтобы о нас рассказывали, приглашали, снимали на видео, может быть, да, вот часто в таком... Еще вот проект гранта, который мне очень нравится, это выезд детей на сплав. Да. Это вот... В летний период. В летний период. В республике, да? Я тоже езжу с ними, и мы общаемся, мы видим, как дети растут прямо на глазах. Это еще оздоровительного характера. Это мы были и сплав по реке Амга по красивейшим местам. Дети сами рыбачат, сами катаются на лодках, на катамаранах. И вот приезжают загорелые, и общение, общение, еще раз общение. Ну, и создается такое некое сообщество, да, или уже создано сообщество ребятишек, родителей, которые прекрасно понимают, да, с какими проблемами можно столкнуться и как их решить на самом деле. Да, отлично, здорово. Этим летом тоже будет сплав. Да. И вы приглашаете ребятишек в нем принять участие. Приглашаем спонсоров. Да. И партнеров по оздоровительному сплаву, конечно, да. У нас остается буквально меньше минуты. Очень кратко скажите советы родителям, что нужно делать в первую очередь, куда обращаться, как быть. 20 секунд. Ну, вот я обращаюсь к молодым мамам. Пожалуйста, не ждите, когда ребенок заговорит. Пожалуйста, бегите к лор-врачу и бегите к сурдологу. Бегите к сурдологу. Спасибо огромное моим гостям за сегодняшний эфир. Надеюсь, что вам было полезно. Спасибо. Спасибо.